Простые черно-белые фотографии в руках благодарных потомков. На акцию «Бессмертный полк» Наталья Солнцева пришла со своим дедом. В параде он никогда не участвовал. Рядовой Иван Барабанов погиб на фронте, но память о нем жива. Бабушка всегда рассказывала о нем, и вторая бабушка тоже. Второй дед у нас тоже погиб, но портрета, к сожалению, у нас не сохранилась в фотографии. А так всегда он у нас был героем. Ну а где взяли вот как раз фотографию? Из личного архива. Запрос делали в Министерство обороны, нам дали данные и фотографии. В этом году «Бессмертный полк» прошел по Туле в шестой раз. Колонну возглавили тульские ветераны. За ними со штендерами руководители региона. Алексей Дюмин в «Бессмертном полку» шел с портретами своих дедов Ивана Богатырева и Василия Дюмина. Один командовал ротой мотострелкового полка, второй – пулеметным взводом. Ждем победы! Ура! Великая Отечественная война затронула почти каждую советскую семью. На фронт ушли почти полмиллиона тульяков. Больше трети не вернулись с поля боя. Дядя мой погиб, понтонные переправы делал под Ленинградом. Погиб, пал смертью храбрых. Мой папа – автоматчик. А дядя летчиком всю войну прошел в Дальний Восток, в Японии воевал. Что для вас значит «Бессмертный полк»? Это что? Очень много. Ну скажите, что? Память о моих близких. Впервые «Бессмертный полк» прошел по Туле в 2012 году. Тогда акцию, которую придумали томские журналисты, поддержали 10 тысяч человек. В этом 150 тысяч. «Бессмертный полк» сопровождал губернаторский духовой оркестр. Музыка лилась и из уличных динамиков. Фронтовые песни в исполнении самих тульяков звучали на протяжении всего шествия. Всего записали 73 трека. Число совпало с датой годовщины и с протяженностью маршрута. Каждый участник прошел почти 3 километра с портретом героя в руках. Со своим отцом Курмачев Аркадий Диамидович. Он прошел войну, начиная с 43-го года, со Сталинграда и до Будапешт брал. Мы уже три года ходим на «Бессмертный полк». Начали с «Узловой», потом были в Новомосковске, в этом году в Туле. На следующий год будем брать Москву. Чтобы встать в колонны и присоединиться к всероссийской акции, достаточно прийти с портретом своего героя. Но почтить память погибших можно и не имея фотографий. Многие шли с плакатами, на которых указано только имя и звание. Сергею Чернышеву в этом плане повезло. Родственники сохранили не только портрет его деда, но и личные документы. Бабушка сохранила персонамистую книжку моего деда. Дед, к счастью, остался живой. Прошел всю войну, был сапером. Служил в московском полке НКВД в 6-й роте. Вот даже здесь все написано. В 42-м году был призван на фронт и прошел всю войну. И снова фото героев. В этом году тульская молодежь при поддержке губернатора приготовила уникальный проект «Великая Отечественная в нас». Его презентовали на большом кругу в Центральном парке. Пять фронтовиков и пять представителей молодого поколения на штендерах стали олицетворением связи поколений. Я дам поручение Министерства культуры, чтобы эта экспозиция не только была праздничной датой, чтобы эта экспозиция перемещалась, например, на территории музея, оружия, может быть, еще какой-то музей, чтобы эта экспозиция перемещалась. Потому что это действительно наша история. А лица этих героев, жители и гости города могут видеть круглый год. По традиции свое шествие бессмертный полк завершил у одноименного мемориала. Его на Аллее Славы в Белоусовском парке установили в прошлом году. Так навсегда увековечили память о трех с половиной тысячах тульских героев.